Домик без балок Вакамзола смастерил Да из бумаги третий шил В дождь и мороз ступая, важно Носит он свой камзол бумажный Да, 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 да Холерусая большой шурак А у меня нет куклы Сабельку я Маленькая Козетта Сидела на своем Обычном месте На перекладине кухонного стола Возле печки Она вязала шерстяные Чулки для хозяйских детей Она была худа И бледна Ее руки Потрескались от холода Голые ноги в деревянных башмаках Были худые и красные Вся ее одежда состояла из лохмотьев Ей было около восьми лет Но на вид можно было дать шесть Она сидела прижав локти Подобрав ноги и стараясь занимать Как можно меньше места Комната слабо освещалась Четырьмя свечами Хозяйка Тонардье Высокая и толстая женщина С красным сердитым лицом Готовила ужин Козетта думала о том Что наступила ночь Очень темная ночь Что в бочке нет воды А за водой нужно идти далеко в лес И вдруг один из разносчиков Основившийся в трактире Вошел в комнату И грубо потребовал Чтобы напоили его лошадь Козетта вылезла из-под стола Ой Право же, господин Ваша лошадь пила Врешь? Она выпил целое ведро Я сама носила ей пить И я разговаривала Врешь? Это вы поглядите какая Еле видно От земля уже здорово врать умеет А я тебе говорю Мерзкая девчонка Что лошадь не пила У нее особая манера сопеть Когда ее не напоить И все-таки она пила, господин А я говорю Нет! Господа Тонардье Пусть сейчас же напоит мою лошадь Ну если лошадь не пила То ее надо напоить Ну, собачонка Пойди напои лошадь Ну, сударыня Нет больше воды Ну так что же Пойди принеси Вода есть в ручье И дело очень простое Да, а на обратном пути Ты возьмешь у булочника Большой хлеб Вот тебе пятнадцать Козета подняла брошенную ей монету И опустила в карман передника Потом она взяла в руки ведро И вышла Напротив трактира Была игрушечная лавка В окне ее На самом видном месте Стояла огромная кукла В розовом платье С золотой лентой В настоящих волосах С глазами изымали Проходя мимо лавки Козета не могла удержаться Чтобы не поднять глаза На эту чудесную куклу На эту даму Как она ее называла От восторга Она забыла все Даже поручение Которое должна была исполнить Вдруг дверь трактира открылась Резкий голос Тонардье Вернул Козету к действительности И девочка убежала Добежав до источника Она не дала себе времени отдышаться В темноте она поискала Левой рукой молодой дубок Росший над источником Схватилась за ветку Повисла на ней И наклонившись Опустила ведро в воду Наклоняясь Козета не заметила Что из кармана ее передника Упала в воду Монета Повисла в пятнадцать сум Она с трудом вытащила Почти полное ведро Она шла согнувшись И опустив голову Как старуха Над ее головой было небо Покрытое огромными тучами Похожими на клубы дыма Дул холодный ветер Лес был мрачен Огромные сучьи Дико торчали в нем Высокие травы От порывов ветра Склонялись в сторону Точно с ужасом Убегая от чего-то Маленькая Козета Изнемогала От усталости Вдруг она почувствовала Что ведро стало легким Рука Показавшаяся ей огромной Схватилась за ручку И силой приподняла ведро Козета подняла голову И увидела рядом с собой человека Козета не испугалась Человек заговорил с ней Детка Тебе слишком тяжело Это ведро Ой, сударь Ну-ка дай-ка мне его Я понесу О-о-о Действительно Оно что-то очень тяжело Сколько тебе лет? Малютка Восемь, сударь И далеко тебе еще идти? Далеко С добрых четверть часа Разве у тебя нет матери? Не знаю Но я Не думаю, чтоб была Вот У других Есть матери А у меня нет И мне Мне даже кажется, сударь Что у меня ее никогда не было А как тебя зовут? Козета Козета? Козета Кто ж поставил тебя ночью в лес за водой? Госпожа Тенартье Тенартье? Тенартье? А чем занимается эта твоя Тенартье? Это моя хозяйка У нее трактир Трактир? Да Ну, я там и переночую Веди меня туда Мы туда И идем, сударь Малютка Разве у Тенартье нет служанок? Нет, сударь Ты у нее только одна Да, сударь То есть У нее еще есть две маленькие девочки Понина и Зельма А кто это? Понина и Зельма Это барышня, сударь Это дочки, госпожи Тенартье Дочки? Да А что же они делают, эти барышни? Ох, сударь У них прекрасные куклы Позолоченные вещицы Разные игрушки Они играют, сударь Забавляются Целый день? Целый день А ты? А я работаю Целый день? Да, сударь Иногда вот после работы Если мне позволяют То я тоже играю, сударь Ну а Как же ты играешь? Как могу Вот мне позволяют Да, да Но у меня немного игрушек, сударь Понина и Зельма Не хотят, чтобы я играла их куклами А у меня, сударь У меня есть маленький свинцовый сабля Вот Не длиннее моего пальца И она не режет Нет, сударь Она режет Она режет салат Ой, сударь Ну что, дитя мой Мы уже подходим к нашему дому Ну и что же? Ну, позвольте теперь мне взять это ведро Почему же? Потому что если госпожа увидит Что вы несли мое ведро Она прибьет меня, сударь Есть у Русселя три гроша Есть у Русселя три гроша Больше нет денег и не шиша Больше нет денег и не шиша Долг заплатить Дает он слово Деньги же в сумку прячет снова Да, 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 да Вот у Русселя большой черак Сударенья! А, это ты бездельница Ну, слава богу, пора уже тебе вернуться Заигралась там где-нибудь Дрянная девчонка Сударенья! Вот, господин желает у нас переночевать Этот господин? Да, сударенья Я заплачу А, ну, войдите Ну, а ты? Ну, где же хлеб? Сударенья, болжная была заперта Ну, надо было постучаться Я стучалась, сударенья Ну, и что же? Да Мне не открыли Ну, завтра я узнаю Правда ли это? Ну, а пока давай сюда Мои пятнадцать Ой, где же они? Ну, что же? Где, слышишь ты? Ой, нету, сударенья А, ты, наверное, потеряла монету Или ты хочешь обокрасть меня Простите Простите, сударыня Я больше не буду Виноват, сударыня Я видел, как сейчас что-то упало Из кармана этой девочки Может быть, вот это Вот оно Положим Это не пятнадцать, а двадцать Но это все равно Да, сударь, это самое Ну, смотри Чтобы больше этого не было Дринная девчонка Козетта снова уселась На свое место под столом И принялась вязать чулки По временам Ее большие глаза Устремлялись на незнакомого человека В них выражалось удивление И какое-то необъяснимое доверие В это время в комнату Вбежали дочери хозяйки Понина и Зельма Девочки уселись у огня И стали играть с куклой Козетта Изредка поднимала глаза от вязания И смотрела на их игру Кукла была старая Разбитая Но Козетте Она казалась необыкновенно красивой Ведь у нее никогда в жизни Не было настоящей куклы Кукла вскоре им надоела Они бросили ее на пол И стали играть с котенком Они пеленали его В красные и синие тряпки И старшая девочка лепетала Вот видишь Вот эта кукла Она гораздо лучше той Она двигается Она кричит Теплая Давай играть в нее, сестрица Давай Это будет моя дочка Я буду дома Я приду к тебе в гости Ты посмотришь на неё и удивишься, что у неё усы. Потом увидишь уши, хвост и скажешь, ах, боже мой, а я тебе скажу, да, с ударами, это моя дочка, теперь все маленькие девочки такие. Вот это! Ты куда смотришь, уродина? Так-то ты работаешь. Вот я тебя плёткой заставлю работать. Плёткой, плёткой, плёткой. С ударами, сударыня, позвольте ей поиграть. Девчонка должна работать, потому что ест мой хлеб, и я никого не кормлю даром. А что она делает? Ну, вяжет чулки для моих девочек. Когда же она окончит эту пару чулок? Этой лентяйке хватит работы ещё дня на четыре. А сколько может стоить такая пара чулок? Ну, по крайней мере, тридцать су. Тридцать су. Пожалуйста, продайте их мне, я заплачу вам вдвое дороже. Хорошо. Но только надо сейчас же заплатить деньги. Пожалуйста. Пожалуйста. Козета, дитя моё, теперь твоя работа принадлежит мне. Можешь играть, дитя моё. Сударыня, это правда, что я могу играть? Играй. Благодарю вас, сударыня. А у меня нет куклы, сабельку я возьму. Спрячу её в лоскутик и крепко обниму. Баю, 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 баю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эта девочка не ваша? Нет, сударь, конечно, не моя Мы напрасно пишем на ее родину Ну сейчас! Вот уже шесть месяцев, как нам не отвечают Надо полагать, что ее мать умерла Эй-эй-ка! Сейчас иду! Ой! Никто не смотрит? Я сейчас возьму куклу и поиграю Тихо-тихо-тихо, сестрица Посмотри-ка, Козетта взяла нашу куклу Мама! Козетта! Козетта! Что такое случилось? Разве вы не видите? Эта негодница осмелилась взять куклу моих детей Столько шума из-за таких пустяков Что ж тут такого, если она поиграет этой кукле? Она дотрагивалась до нее своими грязными руками Ну, замолчишь ли ты? Незнакомец отправился к двери, отворил ее и вышел Хозяйка воспользовалась его отсутствием И ткнула Козетту ногой так больно, что девочка громко закричала Дверь отворилась снова и появился незнакомец Он нес в руках ту самую куклу, ту даму Которая украдкой любовалась Козетта, идя за водой к ручью Он поставил куклу перед Козеттой Козетта, Козетта, возьми, вот это тебе Ну, Козеточка, ну что же ты не берешь своей куклой? Господин дарит тебе куклу, возьми ее Она твоя, ну возьми же Можно? Сударыня Конечно, она твоя Господин дарит ее тебе Ну, сударь, сударь Это правда, что это дама моя Твоя, твоя дитя мое, твоя Ой, я назову ее Катринь Сударыня Могу я посадить ее на стул? Конечно, дитя мое Катринь Играй же, Козетта Я играю, сударь На следующее утро, часа за два до рассвета Трактир Шиктенардье, сидя за столом в общей зале трактира Составлял счет для прибывшего вечером путешественника Что это за человек? Какой дьявол сидит в нем? Выдумал, чтобы эта маленькая уродина играла Дарить ей куклу? Куклу в сорок франков? Собачонке, которую я сама бы отдала за сорок суд? Есть ли в этом какой-нибудь смысл? Он совсем помешался, этот старый дурак Ну, это так, он помешался, стал дурак Ну, почему же, а? А если это забавляет его? Тебе нравится, чтобы девчонка работала А ему нравится, когда она играет Путешественник, раз он платит деньги Может делать все, что ему угодно Тебе что за дело? Если он глуп от тебя не касается Зачем ты вмешиваешься, если у него есть деньги? Как только он уйдет, я выброшу Козетту за дверь Это чудовище! Она терзает мне сердце своей куколой Так, ну вот, ты подашь этот счет господину из первого номера Счет господину из первого номера Ужин три франка Комната десять франков Свеча пять франков Огонь четыре франка Прислуга один франк Итого двадцать три франка Двадцать три франка Двадцать три франка Ты, конечно, прав Но это уже слишком много Он не захочет уплатить Уплатит Давай стри франка, давай стри Он идет сюда Я буду в соседней комнате Так рано И вы уже встали Ах, разве вы, сударь, нас покидаете? Да, сударыня, я ухожу Разве у вас здесь нет дел? Нет Я только мимоходом попал сюда Как подать ему такой счет? Ну, хороши ли у вас дела? Ах, сударь, времена теперь тяжелые В наших местах очень мало порядочных господ Который так великодушный и богатый, как вы И к тому же это девчонка Какая девчонка? Да это маленькая, вы видели? Козета, жаворонка Как ее прозывают в деревне Как глупы эти крестьяне с их прозвищами Девчонка скорее похожа на летучую мышь, чем на жаворонка Видите ли, сударь, мы не просим милостыни Но мы и не можем подавать ее И к тому же у меня есть свои дочери Ну, зачем же мне кормить чужих детей? Госпожа Теннердье А что если бы вас избавили от нее? От кого? От Козеты Да, от Козеты О, сударь, мой добрый господин Возьмите ее, убедите, делайте с ней что угодно Итак, решено Вы в самом деле берете ее? Да, беру, беру Сейчас? Сейчас же и позовите девочку Козета? А пока я вам заплачу все, что тут должен Сколько? Вот Что такое? Двадцать три франка? Да, черт возьми, сударь, двадцать три франка Хорошо, возьмите Возьмите и приведите девочку Виноват Господин должен только двадцать шесть сут Как двадцать шесть сут? Двадцать сут за комнату и шесть сут за ужин А вот что касается этой девочки, то мне необходимо поговорить с господином, может, жена оставь нас одни Хорошо, пожалуйста Видите ли, сударь, я должен вам сказать, что я обожаю ее, эту девочку Что такое, вы обожаете эту девочку? Угу, нашу маленькую Козетту Как это ни странно, она все-таки невольно привязывается, знаете ли Возьмите обратно ваши деньги Я люблю эту девочку Моя жена, она правда спорчу, она тоже любит ее Еще недавно я заплатил больше четырехсот франков за ее лечение Я воспитал ее, простите, сударь, но никто не отдаст своего ребенка первому встречному Вы понимаете, что если я отпущу ее, то я хотел бы знать, с кем она уйдет, вот, где она будет, вот Я хотела бы навещать ее иногда, чтобы она знала, что ее приемный отец охраняет ее, вот А я даже не знаю вашего имени Вот что, вы не узнаете ни моего имени Нигде я живу, нигде будет жить Козетта Я ее уведу, и я хочу, чтобы она больше никогда вас не видела Согласны вы на это, да или нет? Так, так Сударь, мне нужно полторы тысячи франков Полторы тысячи франков? Хорошо, вот они Козетта, Козетта, дитя мое Дитя мое, дорогой, возьми скорее вот этот узелок и поди переоденься Это что, это мне? Да, 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 все это тебе, тебе, я думаю, все это будет тебе в пору А что это? Ой, тюки, вы ж мальчики Да, да, так, Козетта, поди, поди, детка, скорее переоденься и мы с тобой уйдем Сударь, а могу я взять с тобой мою Катринь? Ну, конечно, возьми свою куклу, возьми Сударь, а куда мы пойдем? Мы пойдем далеко, далеко, далеко и будем жить в большом городе А госпожа Теннертье позволит? Ты больше никогда ее не увидишь Ты уходишь отсюда навсегда Навсегда? Навсегда И с тех пор в деревне, где жила Козетта, никто не видел больше бедного жаворонка И многие говорили, что за чудо произошло с Козеттой? Откуда взялся этот таинственный незнакомец? Зачем он увел ее? Но никакого чуда не было Незнакомец пришел в трактир Теннертье не случайно Он пришел за Козеттой, чтобы взять ее к себе И этим выполнить обещание, которое он дал умирающей матери Козетты Он пришел в деревню так таинственно и никому не сказал своего имени Потому что он должен был скрываться от преследований жестокого и несправедливого закона Существовавшего в то время Когда он взял к себе Козетту Ему еще труднее было скрываться от этих преследований Но он не бросил девочку Он очень полюбил ее И всю свою жизнь заботился о ней, как родной отец Козетта была счастлива О всех замечательных приключениях этого сильного, смелого и честного человека А также о дальнейшей судьбе Козетты Вы прочитаете в книге Виктора Югло «Отверженные» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok